Всем еще раз привет. Всем большое спасибо, что вы здесь. Тема моего доклада Sourcing Quest. Мы действительно будем проводить небольшой квест. Я надеюсь, что это получится для вас интересно и полезно. Я еще раз активно призываю вас участвовать. Но перед тем, как я начну, я не знаю, вы можете тоже... Еще раз попрошу вас в чатике напишите, кто какие доклады сегодня уже успел послушать, из каких вы городов, напишите, чтобы было какое-то понимание. Вот Валерия нам пишет, что мы здесь. Это клево. Спасибо большое, Валерия. А я хочу передать привет пока в первый поток Тане Печевой и сказать несколько важных вещей. Друзья, 26 сентября, суббота, московское время 12.53. В этот день, в 1934 году, родился замечательный актер Олег Басилашвили, который служит, кстати, в театре БДТ. В 1950 году Индонезия была принята в состав ООН, а в 2008 году в Монголии был поставлен самый большой памятник Чингисхану. Собственно, вот такая вот неуклюжая подводка. У меня странное представление о смолтолке, да? Неуклюжая подводка. Сорсинг-крест. Это никак не связано. Мне просто хотелось это сказать. Зовут меня Егор Яценко. Я активно рассказываю про сорсинг. Я ему там обучаю, выступаю на всяких конференциях. Почему я этим занимаюсь? Потому что как-то вот я в рекрутменте работал, работал, работал. И понял, что сорсинг – это для меня самая интересная часть. И сегодня у нас очень интерактивное… Вот это мое выступление, оно очень интерактивное. Оно все завязано на том, что вы будете со мной участвовать. Поэтому перед тем, как мы вам начнем, вам писали в чатике, что есть часть приложений, сервисов, которые вам нужно открыть. Я прям еще раз упомянув Суи, да, Христом Богом молю, откройте их, пожалуйста. Потому что если вы сделаете это сейчас, вы не потратите время в будущем, вам будет немножечко проще. Соответственно, что вам понадобится? Вам точно понадобится Headhunter, LinkedIn, Hubber Career, GitHub, VK, Telegram, Twitter. Это такие стандартные ресурсы соцсети. Я прям рекомендую, особенно если вдруг вы сейчас в онлайне, я всячески рекомендую в онлайне. Из телефона я прям всячески рекомендую вам все-таки перейти на ноутбук, потому что это действительно важная часть, да, потому что вам будет гораздо удобнее делать, выполнять задания с ноутбука. Соответственно, я жду, пока вы откроете все сервисы. Мейкните мне, что вы это сделали, поставьте какие-нибудь плюсики, там, я не знаю, что-нибудь. Еще напишите в чатик. Ну, и есть часть расширений, которые, опять-таки, могут быть вам полезны в процессе выполнения заданий, которые у нас будут. Auto-pagerize, search by image. Как правильно ударение ставится в этом слове? Это, господи, мой английский. I'm done, как поет Кристина Гилера. Amazing Hiring, CandyJar, Improver – это те расширения, которые вам помогут сегодня выполнять задания. Я все еще жду ваших плюсиков. Я, знаете ли, тут, что я хочу вам сказать, друзья. Тут варианта два. В ходе своего выступления я буду шутить и обращаться к вам с какими-то запросами. Если вы не будете реагировать никак на меня, то я буду шутить и обращаться к вам до тех пор, пока вы не отреагируете. Поэтому, чтобы я от вас отвязался, чтобы не был таким навязчивым, я прям рекомендую, пожалуйста, отвечайте. Соответственно, сервисы, которые нужно установить, они сейчас перед вами. О чем еще, что нам еще понадобится? Я предполагаю, что, ребят, булевой поиск для вас такая штука уже знакомая. Если кто-то, кто нас смотрит, кто на самом деле не использует буллин-сёчер в работе, если что, вот памятка на экране тоже можно себе ее сделать, она вам понадобится. Если вы используете, все это прекрасно знаете, и ничего нового вы сейчас тут не увидели. Соответственно, тем не менее, список операторов перед глазами просто на всякий случай напоминаю. Хотя, конечно же, понимаю, что все мы здесь с вами, друзья, уже, так сказать, опытные, и никаких проблем с этим не будет. Помимо булевого поиска, что нам еще понадобится? Есть еще три вещи, которые я хочу вам сказать, опять-таки, которые понадобятся в процессе выполнения задания. Первое. Это что… вам нужно помнить, что вы ищете. Это такая подсказка. Я понимаю, что звучит очень общими словами. Что ты ищешь? Ну, там, я не знаю, смысл жизни я ищу, например. Но когда вы проходите квест, а это будет квест, периодически вам будут какие-то задания, где вот этот вопрос «что я ищу?» он поможет вам сформулировать определенную логику и там написать правильный запрос, например. И это вообще такая штука, которая очень помогает, потому что я помню, что я ищу, и дальше я начинаю думать о том, а как про это могли сказать. И, собственно, это второй пункт. Думай как кандидат, да, то есть я думаю, я понял, что я ищу. Например, я ищу списки участников конференции. Я говорю, ага, окей, а как про это могли написать? Как про это могли сказать? Да, а где это может быть? Соответственно, вот эта вот базовая история про то, что я ищу, она очень бывает полезна. И не усложняйте, ребят, потому что иногда банан — это просто банан, и, соответственно, нам не нужно ничего, никак весь этот процесс усложнять. Иногда самые простые способы, они работают лучше, чем какие-то сложные. Новосибирск к нами, Новосибирск, вспоминая слова Тани Печевой, как у вас погода. Соответственно, перед тем, как мы с вами… Да, сейчас мы с вами отправимся. Еще одна штука. Что такое sourcing quest? Что это из себя будет представлять? Дальше у вас сейчас появится ссылка. Вам нужно будет ввести эту информацию в браузер, пройти на специальную платформу, на которой будет проходить этот квест. Я буду видеть участников, я буду видеть ваш прогресс, я буду как-то это комментировать. У вас будет 40 минут. 40 минут и 8 заданий. Задания разной сложности расположены… Ну, в принципе, в порядке сложности, на мой взгляд, и как показали тестирование всей этой истории. Но посмотрим тоже. Я жду от вас фидбэков. И я прям… Смотрите, так как нас в любом случае не очень много, потому что, понятное дело, суббота, онлайны — это всегда такая история. Но я очень жду, что вы… Если вдруг у вас будут какие-то вопросы по ходу, что вы будете писать их в чат, потому что по ходу выполнения вот этих вот заданий все-таки какие-то вопросы появятся. И я буду рад здесь не молчать, не ждать, пока вы там будете их выполнять, да, а как-то задействовать вам в этом поиске. Соответственно, что такое sourcing квест? Это 8 заданий, 40 минут, за которые вы должны выполнить эти 8 заданий. Все эти задания я старался брать из такой рекрутерской, повседневной работы, то есть чтобы это не было чем-то отвлеченным и такое, знаете, из серии, ну вот как классно найти человека, который по пятницам любит танцевать в, я не знаю, в Неаполе, в баре вот таком-то, а сам он является C-шароп-разработчиком. Это, конечно, замечательная история, но в нашей с вами жизни обычно таких заданий не случается, да, они какие-то более приземленные. Соответственно, все задания, они вот про такую рекрутерскую практику каждый день, что-то простое, что-то посложнее. Я думаю, я наговорил достаточно. Едем дальше. Ссылка на экране. Ваша задача — пройти по этой ссылке. Далее, когда вы проходите по этой ссылке, вам нужно будет зарегистрироваться. Я сразу хочу сказать, там вводите фамилию, имя и e-mail, и попадаете в систему. Есть немножко важной информации для вас относительно этого квеста. Восемь вопросов. Их можно пропускать. То есть если вопрос вам кажется сложным, если вы понимаете, что вы начинаете залипать, тратить время, то переходите, пожалуйста, дальше. Не зависайте на нем, потому что это такая немножечко жрет время, и важно не тратить его. Я буду процесс этот контролировать, буду стараться, по крайней мере. Буду вам говорить, сколько времени у нас осталось. Соответственно, вы можете пропускать вопросы. Это хорошо, это важно. Соответственно, если что-то сложно, мы просто идем дальше, не зависаем. А потом вы сможете вернуться. Кроме того, когда вы будете предлагать системе свои версии, свои варианты ответов, она будет их проверять и будет вам говорить, что да, вот, окей, друг, все хорошо или не хорошо, все работает или не работает, все правильно или неправильно. Я опять-таки буду это видеть, буду говорить, сколько у нас людей уже там, сколько заданий выполнили, кто как далеко ушел, и буду давать вам подсказки. И, соответственно, пока я говорил, я надеюсь, что вы зашли в систему и таки успели там зарегистрироваться, так я вижу, что первые люди отправляются в систему. Давайте ждем еще чуть-чуть, чтобы мы все с вами стартанули приблизительно одинаково, да, в одно и то же время. И после того, прям жду еще, давайте, минуту, и после этого стартуем, я начинаю озвучивать вопросы. Вы их же видите на экране. Через какое-то время я буду давать подсказки. Я буду делать ужасные вещи. Я поставлю будильник, страшный звук будильника, по которому я буду… Денис, ты боишься будильников вообще? Я нет. Нет, у тебя нет вьетнамского синдрома, когда ты слышишь это, да? Ну, хорошо. Соответственно, время пошло, 40 минут. Вот здесь вот я показал. Я запустил будильник. Я буду контролировать процессы тоже, как бы посматривать, поглядывать на него, понимать, что у вас происходит. Соответственно, я думаю, что участники у нас подключились. Ну, вот я вижу, что есть люди. Соответственно, едем дальше. Переходим непосредственно к вопросам. Друзья, кто вдруг еще не успел, ссылка в чатике у нас есть, да? Я не ошибаюсь. Ссылка есть в чатике. Можно будет по ней пройти и нас догнать. Соответственно, мы сейчас 40 минут проходим вопросы, решаем их, а потом разбираем, получаем ответы на свои вопросы. Итак, поехали. Воу-воу-воу, вот это я поехал, да? Что-то, дружочек, немножко сорвался. Итак, вопрос номер один. Он на самом деле, на мой взгляд, очень простой. Я надеюсь, что не будет сложно для вас его выполнить. Звучит он следующим образом. В телеграм-чате SPB Python один из интересных нам разработчиков признался, что в свое время он дебажил Ирланг. И это ему пришлось совсем не по душе. Вам нужно будет прислать никнейм этого человека в систему. И, соответственно, система подскажет вам, все ли вы сделали правильно, все ли хорошо. Вот я вижу, что еще люди подключаются, догоняют нас. Это прекрасно, это приятно. И, соответственно, я буду наблюдать за вами. Как бы страшно это ни звучало, я буду наблюдать за вами. Вижу, что пока правильных ответов у нас на первое задание нет, но я-то его только озвучил. Я думаю, что мне надо замолчать, чтобы люди могли подумать. Нет? Я просто думаю, что люди сейчас в панике, потому что этот белобрысый товарищ пришел и просто нон-стопом что-то там лучше вещает. Соответственно, да. Давайте я потихонечку начну. Так как это довольно-таки простое задание, мы сильно долго на нем залипать не будем. Я напоминаю, что если вдруг вы понимаете, что очень тяжко, долго и что-то идет не так, вы просто переключаетесь на следующий вопрос. В системе есть такой функционал, и, соответственно, все будет в порядке. Я ищу Андрея Боровской. Так. А, ты уже пошел дальше. Я второе задание уже делаю. Так, ты у нас уже выполнил. Подожди, я пропустил. Ну, я, в общем-то, не сомневался. Да, я вижу, что ты уже выполнил. Действительно. У нас есть, между прочим, первый лидер. У нас есть… Ну, давай не будем говорить, что у тебя все ответы на экране сейчас выведены. Ладно, ладно, нет, ребят, все по-честному. Денис, честно, все проходит. Нет, у нас есть еще, отлично, еще один человек. Соответственно, с первым заданием справились. Я пока быстренько скажу подсказку. На самом деле, ничего сложного в этом нет. У вас есть ссылка на чат, и у вас есть достаточное количество информации в вопросе, которые помогут вам найти нужного человека. Информация – это непосредственно технология и задача, о которой идет речь. Если вы совсем захотите убедиться в том, что перед вами нужный человек, то нужно будет обратить внимание именно на формат коммуникации, скажем так, да, потому что человек общается определенным образом. Такс. Смотрим, смотрим, кто у нас еще на первом вопросе. Пока только один правильный ответ. В смысле, пока только на первый вопрос люди успели ответить. Два человека. Отлично. Как у тебя дела, Денис? Я ищу Андрея. Ищу Андрея. Ну, просто надо поздороваться. Привет. Да. И он придет под соответствующее музыкальное сопровождение. Правильный посыл надо посылать. Во вселенную. Так, на первый вопрос вижу два правильных ответа. Пока у нас два лидера есть, и один из них сидит рядом со мной. Ты должен сказать, ваш покорный слуга, чтобы мы использовали все вот эти вот стандартные фразочки, выражения. Друзья, ну что, у нас уже первые пять минут подходят к концу, поэтому я постепенно буду переходить к озвучке, к озвучанию, если можно так сказать. Вообще-то так и говорят. К озвучанию второго вопроса, да, чтобы мы с вами двигались дальше. Но это не значит, что вы должны… Три правильных ответа у нас. Отлично. Это не значит, что вы должны переключаться, да. Если вы чувствуете, что вы где-то рядом, что вы почти выполнили это задание, то вы спокойно можете четыре правильных ответа. Ура, 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 рад видеть. Соответственно, идем дальше. Вопрос номер два звучит следующим образом. Вы ищите C++ разработчика. Кандидат говорит вам, слушайте, мне неинтересно, но вот есть вот такой вот товарищ, Андрей Боровский, собака.gmail.com и предложите вакансию ему. Вы спрашиваете у кандидата, друг мой сердечный, а можно ли мне сослаться на тебя, ну, чтобы как-то растопить лед в сердце Андрея Боровского. На что нам говорит кандидат, что, к сожалению, нет, ссылаться на меня не нужно. И у вас сложная жизненная ситуация, сложные жизненные обстоятельства, потому что вам нужно найти Андрея Боровского. Вам хочется ему написать. Вам уже сказали, что это, в общем-то, подходящий кандидат, вероятно, но вы не можете зайти в холодную, вы хотите получить какую-то информацию об этом кандидате. Поэтому вы начинаете искать информацию об Андрее, и вам нужно прислать компанию, в которой он сейчас работает. Так, я что-то пропустил там в чатике что-то. Я уже на Linux 40. А, ты уже, ты далеко уже. Я уже читаю, уже что-то про него тут. Да, да. Ну, возможно, не в ту сторону. Есть вероятность, что тут немножечко, да, немножко могло занести. На самом деле, мы вспоминаем, это та история, когда все проще... Я не знаю, кто-нибудь смотрел мультик «Принцесса-лебедь» в внезапной аналогии. Но там был такой король умирающий, и когда его убили, он сказал, это не то, чем кажется. Кажется, вот я хочу сказать, это не то, чем кажется. Это кажется все на самом деле просто. Банан просто банан. Вспоминаем про это. Так, у нас, по-моему, пять человек первое задание выполнили. Если я все правильно вижу. А это вопрос. И у нас уже прошло семь минут нашего квеста. Я потихонечку буду подсказку на второй вопрос. Давайте. О, я вижу, кстати, что на второй вопрос у нас ответил один человек. Но не ответил Евгений, не ответил на первый вопрос. Евгений, давайте, вы были близки, я думаю. Да? Ну, хорошо, что пошли дальше. Это круто, что переключились. Неправильно. Все не то и все не так. А можно его переписать? Пере что? Назад сделать и ответить заново. Да, да, да. Ты можешь сколько угодно попыток. Да, друзья, я, может быть, как-то недостаточно объяснил. Вообще, я успел сказать про Олега Басилашвили, но не сказал про то, что в общем-то, вы имеете сколько угодно попыток отвечать на каждый вопрос. Но важно... С первого раза ответить. Нет, нет, не критично. Это абсолютно не критично. Ну, Евгений нашел, да, лайфхак на джоб-сайте. Хотя на самом деле... Вот, теперь я ответил правильно. Есть, отлично. Можно ехать дальше спокойно. Время не ждет, как поют чайфы. Тут оказалось, что может быть, не в Гугле надо искать. Может быть, не в Гугле надо искать. Хотя в Гугле тоже можно. Но он мне не выдал. Да? Ну, мы дойдем, разберем. Так, соответственно, подсказка ко второму вопросу. Еще раз я сказал... Еще раз я вижу опечатку на своем слайде, и поэтому я первый ее легализую, чтобы вы не успели вкинуть мне граммар нации в комментарии. Ну, главное, ну, сложнять. Это... Я просто пытаюсь придумать какую-нибудь остроумную шутку на эту тему, но у меня ничего не получается, если честно. Ну, усложнять, ребят, ну, усложнять не надо. Нет смысла, ну, усложнять. Ну, усложнять. Сложняли, сложняли, да не высложняли. В общем, не усложнять. Ребята, правда, нужно не усложнять. Вам поможет даже небулевой запрос. Серьезно. Самые обычные обращения к Гуглу, ну, или вот как некоторые читеры нашли шаги не в Гугле, а в всем известном джоб-сайте, оно поможет. Так, смотрим дальше. у нас есть люди, которые ответили на два вопроса. Эти люди, Денис, очень близки, мне кажется, близки. Анастасия вот еще, мне кажется, тоже идет в верную сторону. Такс. Андрея можно идти через расширение Outlook, связать с линком, но нет Outlook. Серьезно. На самом деле можно сделать проще, вот как написано на слайде. Той информации, которая у нас есть, ее будет достаточно, чтобы три правильных ответа есть. Такс, проверяем. Ну что, 10 минут прошло, соответственно, я буду озвучивать третий вопрос. Друзья, догоняйте. Но если вы не выполнили второе задание, то вам будет немножечко сложно, потому что третий вопрос напрямую связан со вторым. Вы написали этому кандидату, но вам почтовик пишет, что все плохо, жизнь, боль, печаль, разочарование, расстройство, уныние. И, к сожалению, эта почта не актуальна, она не работает. Соответственно, нужно будет найти другие email-адреса, их, если что, есть два, как минимум, и прислать их. Здесь сразу же у нас есть подсказка. Нам либо придется воспользоваться контакт-файндерами, если мы нашли Андрея, либо просто нужно будет немножечко включить внимательность. посмотрим, как у нас проходит. Вот, Гульнара у нас тоже. Гульнара выполнила второе задание. Гульнара, как раз можно зацепиться за это второе задание и ехать дальше. И догоняют с первым. Очень рад видеть. Так. Эх, на LinkedIn бы зайти. Да, это то, о чем я говорил вначале, что нужно подключиться, в идеале залогиниться во всех сервисах, все будет хорошо. И у нас прошло 13 минут. Подсказочка здесь есть. Если вдруг вы понимаете, что вы залипли на второй части и к третьему вопросу вы не можете перейти, вы всегда можете пойти еще дальше в четвертый вопрос. Если вдруг вы реально залипли, в этом нет ничего. потому что часть вопросов взаимосвязаны, собственно, поэтому это названо квестом. Часть, они стоят немножечко особняком. Следующий он как раз будет таким, который не связан с предыдущим. Это будет новая задачка, скажем так. Так. Пока максимум два правильных ответа. Денис, ты? Я стал сдавать. Чего? Все? Нет еще пока. Я сдаю, но не сдаюсь. А это правильно. Соответственно, друзья, кто еще не нашел нашего Андрея, Андрея нашего Боровского, как говорят, на самом деле все очень просто. Попробуйте написать имеющуюся информацию о нем в Гугле без, даже без булевых операторов. Просто тупо информацию. И это уже поможет. А кто уже нашел и ищет контакты, друзья, немножечко булевых операторов, самую малость базовой информации, которые есть, вы найдете, сразу подскажу вам, GitHub, а по GitHub вы сможете, ну, как минимум, одну почту найти. А может быть, с помощью расширения вроде Amazing или CandyJar найдете еще его профили. Ой, у меня же... Три правильно. Amazing есть. Спасибо большое. Да, не забываем. Amazing в этом плане, конечно, нам очень помогает. Такс, я потихонечку буду двигаться дальше. Я очень надеюсь, что... Вы мне напишите в чатике, как норм, все вы... Или, может быть, вы меня уже проклинаете. Если вы меня проклинаете, ну, проклинаете тогда как-нибудь душой. Потому что что зря... Приклинаться. Да, да. Четвертый вопрос. Вы нашли на GitHub скала разработчика. Ссылка на него есть. Где он работает, в общем-то, найти несложно. Но хочется с ним связаться сразу в Телеге и задать ему пару вопросов про жизнь. Ну, например, про то, какие события произошли 26 сентября в 2008 году в Монголии. Мы-то с вами уже знаем это благодаря моей маленькой справочке вначале. А... Надо узнать, узнает ли этот кандидат. Соответственно, нужно найти его Телегу. Писать ему, конечно же, не нужно. Просто найти Телеграм. Такс. Понимаю, что вы сейчас все в стрессе. Пожалуйста, вообще расслабьтесь, отключитесь от всех вот таких вот моментов, которые могут как-то вас отвлекать. Я очень жду, что сейчас кто-то сделает три ответа. Очень хочу, друзья. но пока никак. Если вы залипли на втором-третьем вопросе, может быть, есть смысл переключиться действительно на четвертый, который сейчас перед вами? Пойду переключаться. Да, мне кажется, оно бывает. Когда вот такие штуки делаешь прям как-то. Я немножко помолчу, чтобы не мешать вам думать. Ну, или если, если, например, вам для того, чтобы думать, я не знаю, музыка вам помогает, то я всегда могу спеть. Белые розы, белые розы, беззащитные шипы, что с ними сделали? Есть у нас третье задание решил Евгений. Отлично. Что с ними сделали? Кто? Кровь и морозы? Снег и морозы. Лед витрин голубых люди украсят. И мне свой праздник лишь на несколько дней. А дальше на белом холодном окне что там будет? На белом холодном окне. А что будет у меня? Что я вам хочу сказать? Смотрите, до чего нас доводит удаленка. Ну, это же грустно. Как больно мило и как странно. Давайте. Четвертый вопрос и подсказочка к четвертому вопросу. Опять-таки, нам не нужно ничего усложнять. У нас есть расширения, которые позволяют найти профили кандидата в других сетях. сетях. У нас есть и мейзинг, у нас есть кандиджар, которые помогают это сделать. Соответственно, как только мы нашли его в других сетях, у нас уже появилась информация о нем. Какая-то самая базовая информация, которая есть у каждого из нас. Я пытаюсь как-то не сильно очевидно намекать, но уже этой информации будет достаточно, чтобы найти телеграмм этого человека. мы помним о том, что нам важно не усложнять. И это как раз та самая история, когда не хочется усложнять. Если мы не будем усложнять, то все получится хорошо. Так, отлично. С третьим заданием еще справились. Так, так, так. Вижу, что некоторые люди пишут, что никнейм этого кандидата это, собственно, его имя в гитхабе. Это не так, сразу вам скажу. Даже, в общем-то, путь, который вам нужно проделать, я уже описал. Вам действительно нужно пройти с помощью каких-то расширений на другие странички профиля этого кандидата, обладая той информацией, которая будет на этих страничках, вы уже сможете спокойно все решить. Я сейчас вместе с вами тоже посмотрю. Ну, в данном случае Amazing прям нам очень сильно поможет. Или QuindyJar. Так. Я скоро буду озвучивать уже следующий вопрос. Я очень хочу, чтобы вы догнали, чтобы вы успели. Такс. Да. Ну, прям вот скажу, что у вас есть LinkedIn, и LinkedIn вам будет достаточно, потому что у вас есть тут все. И я напоминаю, что не нужно усложнять. Да, то есть иногда всякие разные штуки, инструменты, которые мы с вами ищем, подключаем, они часто нас спасают, а иногда они делают даже немножечко хуже, потому что они ничего не могут найти, и мы с вами начинаем расстраиваться, думать, что все плохо, что нас никто не понимает, как пел Евгений Гришковец. Вот. А просто ручками можно сделать то, на что иногда не способны всякие различные инструменты. Кажется, я максимально стараюсь подсказывать. И да, я пока озвучу пятый вопрос. И вот мы переходим к все рекрутменты России, к нашему любимому джобборду. Соответственно, наша задача на этом джобборде найти старшего джава-разработчика из Москвы и очередная опечатка на моем слайде. Я вижу, друзья, ну вот я это всегда происходит именно в тот момент, когда ты уже выступаешь. Ты не замечаешь, что все до этого. Соответственно, старший джава-разработчик в Москве, который хочет работать со свингом. Ну вот такое вот у человека, вот такие вот у него предпочтения, о вкусах не спорят. Как вы поймете, что это тот самый кандидат, его резюме будет анонимным, то есть в нем будет скрыта фамилия, имя, отчество, соответственно, фотографии, вот этого всего не будет. Персональных данных вы не увидите. Нужно написать название проекта, который он разрабатывал на своем первом рабочем месте с 2006 по 2012 год. Тут я, пожалуй, наверное, даже сразу дам небольшую подсказку, что на самом-то деле самое важное для вас пойти на HeadHunter и уделить внимание фреймворку и грейду. И именно они вам помогут. Такс. Смотрим, 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 что там у нас по участникам. Давайте я очень хочу два правильных ответа пока у нас. Это все-таки наш... Это пока все-таки наш максимум, который получается. Если вдруг не получилось что-то, мы можем вернуться к вопросам. Такс. Такс. Ну вот, наконец-то мы с вами на HeadHunter. Это же наше любимое. Так, что-то еще у нас в чатике появилось. Сейчас я посмотрю. Надо срочно покупать Amazing. Нет, на самом деле, смотри. Смотрите. Простите, не могу. Фамильяр носит ствол. Фамильяр носит. Мы на ты. Мы же здесь, они же нас не достанут. Ну, тогда, значит, слушай сюда и слушай сюда внимательно. Я так. Гульнар, нет, на самом деле, ну, сейчас я скажу. Нет, на самом деле, не нужно покупать Amazing. Нет, в смысле, для решения этой задачки можно обойтись бесплатным Chrome-расширением Amazing Hiring. Оно бесплатное. Оно поможет решить эту задачку. Оно будет находить профили. Соответственно, специально все задачки, которые есть, они доступны для тех, у кого нет никаких сервисов. Да, то есть это как бы такая моя априори позиция, если можно так сказать. Потому что я понимаю, что не у всех у нас есть возможность приобретать какие-то дорогие сервисы. Да, и поэтому все задачки решаются без дополнительных дорогих вливаний, скажем так. Такс, такс, такс. Как у нас? Я жду ответов на пятый вопрос. Я прям верю, что сейчас кто-нибудь дойдет. И потихоньку надо будет мне озвучивать следующий. На самом деле, пятый вопрос, он очень простой. Серьезно, все, что нам нужно здесь, это поиграться с грейдами и фреймворк использовать. Даже если вы не зарегистрированы, ну там, у вас нет доступа к хэ-хэ. Это можно сделать даже в анонимном режиме. Это проверено. Да, то есть, когда вы не залогинили на сайте хэ-хэ, эта задачка решается. Да, соответственно, все, что вам нужно сделать, это внимательно поиграть с грейдами, фреймворк, и вы найдете человека с... Соответственно, не тратите время на просмотр профилей, в которых есть имена, фамилии, потому что это априори не наши люди. Наш человек... Это не наши люди, как нам говорит заказчик. Ну, просто не наш человек. Если у него имя и фамилия указаны, ну, не наш человек. Ну, что с него взять? Поэтому мы смотрим на тех, кто постарался анонимизировать себя, и мы понимаем, что если он это сделал, соответственно, он нам интересен, он нам, вероятно, подходит. Так. Видишь, что еще у нас потихонечку люди догоняют, еще подключаются. Конечно, сложнее тем, кто подключается, но ждем. Три правильных ответа есть у Евгения. Отлично. Дожал таки четвертый вопрос. И надо переключаться на хэ-хэ. Надо прям идти вот эту задачку решать. Она на самом деле не сложная. Она немножко отнимает время поначалу. Так, так, так. Денис, а ты больше не лидер. Я знаю. Вот так вот. Ну, это же прекрасно, что у нас активная аудитория, которая таки не оставила нас в одиночестве. Я переключаюсь на шестой вопрос. Друзья, озвучиваю его пока. Я надеюсь, что вы... Почему быстро их озвучиваю? Потому что шестой вопрос очень сильно связан с пятым. Если вы найдете этого кандидата, то следующая ваша задача будет найти таки его имя, фамилию. Почему это вообще возникло? Потому что все мы сталкиваемся с анонимными резюме на хэ-хэ. И иногда кажется, что делать... Ну, ничего с этим не поделать. Но все-таки что-то поделать можно. Это работает не всегда, но в данном случае сработает. Соответственно, нам нужно... После того, как мы нашли этого кандидата, нам нужно найти его имя и фамилию. Нам нужно понять, а кто же он такой. Соответственно, шестой вопрос. И давайте сразу с подсказкой. Потому что как только вы найдете самого кандидата, вы найдете за что зацепиться в его профиле, чтобы найти его имя и фамилию. Ну, и тут, конечно же, всея буллин сёч нам в помощь. Вот, даже... Я смотрю, у нас вот люди, которые подключились чуть позже, такие успевают. Ну, дали уже первые правильные ответы. Отлично. Так. Друзья, кто залип где-то, если что? Андрей Малахов говорит, не переключайтесь. А я не Андрей Малахов, поэтому я говорю, переключайтесь на следующий вопрос. Но не переключайтесь с нашего эфира. Ох, господи, юмореско какая. Такс. Очень хочу, чтобы кто-то дожал этот вопрос с хэ-хэ. Прям очень хочу. Я за вас болею. Угу. У нас остается не так много времени на самом деле. 12 минут, в общем-то. Я вижу, что... Да, пошли уже первые. Угу. Так, 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 так. Есть. Гульнара, мне кажется, да? Отлично. Вот у нас есть первый человек, который справился с пятым заданием. Гульнара как раз. Огонь. Гульнар, можно как раз зацепиться за вот этот успех, переходить к шестому и седьмому, потому что седьмое задание связано с шестым как раз, да? Потому что мы будем распутывать вот этот квест. И я так невзначай говорю название своего доклада. Будем распутывать этот квест. И есть у нас еще люди, догоняют потихоньку. Отлично. Потому что кто-то, кто лучше справился с первой частью, может залипнуть сейчас. А есть люди, которые вот как раз догоняют и сейчас могут наверстать что-то, если в начале было сложно. Пока лидирует у нас Евгений. Евгений, не сдаемся. Дышим глубоко. Все получится. Гульнара, я уверен, что получится у тебя докрутить дальше эту историю. И таки написать его имя, имя и фамилия. Там нужны будут. Сразу говорю имя и фамилия. Их получится найти просто, просто. Надо поискать в профиле этого человека специфические фразы, которые встречаются у него в профиле. То есть какая-то такая штука, которая не общая, а именно у него в профиле. И чуть-чуть, прям как вот этот повар, который вот так вот солит, вот чуть-чуть буллин-сёч, так же присыпать сверху, и все будет хорошо. И давайте я седьмой вопрос озвучиваю. Потому что он связан с шестым. И после того, как мы найдем имя, таки придется найти почту. И не буду врать. Расширения нам в этом не помогут. Понадобится ручной поиск. Опять-таки. Я понимаю, что в вашем личном рейтинге неприятных людей я стремительно начинаю занимать первые позиции. Понимаю, принимаю, но что поделать? Я надеюсь, что, как говорили учителя в школе, ты мне потом за это еще спасибо скажешь. или нет. Так. Смотрим, смотрим, смотрим. Два-три ответа у нас сейчас в основном у всех. Мне понравилось, кто-то пишет, ну, не знаю, на пятый вопрос. Ну, не знаю, пролистываем. Ну, не получается это задание. Да и бог с ним. Пройдем к шестое, седьмое. Они взаимосвязаны. Восьмое не связано. Но оно сложное. Ну, не получилось с этим хэхэ и с этим кандидатом. Ну, и ладно. Ну, бог ему судья. Мы идем просто к следующему вопросу, который не связан с ним. Восьмое как раз. Он сложный, но любопытный, конечно же. И пробуем идти туда. Так. Посмотрим, что тут у нас еще происходит. Если что, назад к вопросам тоже можно будет вернуться. Там у вас в меню, кстати, когда вы проходите вопросы, у вас есть кнопочка «Все вопросы», такая чуть выше слева. Вы можете так переключаться между ними, чтобы не пролистывать их поочередно. Я озвучу восьмой вопрос. Я его просто озвучу, чтобы на него тем, кто пролистал предыдущие, чтобы на него было чуть побольше времени. Соответственно, мы ищем личные сайты джавистов. Что здесь имеется в виду? Мы ищем именно личные сайты, которые ребята создавали для себя, для рассказа о своем опыте, рассказа о себе. Соответственно, это не GitHub, это не соцсети, никакие. Это именно личные сайты, которые ребята для себя создавали. Конечно же, мы пишем булевой запрос. И в конечном итоге мы с помощью такого запроса находим фуллстэк разработчика, последний проект которого выполнен на Java, плюсах и OpenGL. Вам нужно прислать его Twitter-аккаунт, а поймете вы, что это нужный человек по балалайке, которая будет... Которая будет. Это балалайка, мальчик, который смог, балалайка, которая была. Вот. Соответственно, мы пишем булевой запрос. Давайте сразу подсказочку тут тоже. У вас есть два пути решения. Вы можете отталкиваться от стека, как от каких-то ключевых фраз, немножечко поиграться со стеком, с... еще подсказками, которые есть в тексте, с той информацией базовой, которую можно оттуда выцепить. Да? И, соответственно, поисключать лишнее, что появляется. И второй путь, когда мы отталкиваемся от того, что мы ищем. То есть личные сайты. И надо подумать, а как могут выглядеть личные сайты? А в чем их особенность? А какие операторы нам позволят их найти среди других? И здесь это, конечно, для тех, кто знает особенности, давайте уж совсем подскажу, особенности оператора сайт и того, как он работает, можно зайти через это. А можно пойти через стек, но придется немножечко поисключать из выдачи что-то, что нам не подойдет. Посмотрим. Еще у нас люди подключаются. Друзья, вот кто позже подключается, конечно, вам, у вас меньше времени совсем. Ну, как бы, ничего, посмотрим. Так. Ага. Ага. Гульнара, мне кажется, немножечко подзалипла, да, на вот этом хэхэшном товарище. Прям вот просто смотрим на... Гульнара единственная, кто пятый вопрос решил сейчас. Смотрим на его... на его резюме, на его рассказ о себе. Идем в Google и вперед. И все хорошо. Ну, или, например, на его стек. Я вообще... Видите, какой я слабак. Все вам рассказал. Все вообще... Никакой интриги. До конца тест у нас остается чуть больше четырех минут. У вас есть возможность еще. Угу. 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 Проверю пока проклятие в чатике, пока меня никто не проклял. Я потихонечку буду замолкать, чтобы вы могли финальные правки во все это внести. Пожалуйста, я верю, что кто-то справится. Последнее сложное, но, может быть, с предыдущими. Давайте я быстренько пробегусь по всем вопросам еще и тоже подскажу здесь, как могу. С первым справились у нас, по-моему, все, но нам помогли бы слова технология и, собственно, занятия. Во втором задании мы с вами искали компанию, в которой работает кандидат с почтой, которую нам порекомендовали. Соответственно, по этой почте мы можем найти, по почте мы можем найти GitHub, по информации из почты, просто по имени, фамилиям мы можем найти, и еще кое-какую информацию мы можем найти человека на других ресурсах. Соответственно, после этого, после того, как мы его нашли, мы можем найти его e-mail, либо с помощью нашей внимательности, либо с помощью специальных расширений, контакт-файндеров, в частности, импрувер, о котором я говорил вначале, может нам помочь. Четвертый вопрос. Мы ищем Scala разработчик. У нас есть его GitHub. А дальше нужно найти телегу. И здесь я говорил, что это та самая история, когда не нужно никак усложнять. Нам достаточно просто найти его другие странички, не только GitHub, например, тот же LinkedIn, получить информацию о, ну, как минимум, о том, как его зовут, а дальше уже найти Telegram. И, соответственно, пятый вопрос, когда мы ищем на хэ-хэ джависта. Я еще раз повторюсь, что не надо цепляться здесь к тому, что он джавист. Надо обратить внимание на грейды и на технологии. И прислать компанию, точнее, проект, который он разрабатывал на своем первом месте работы с 2006 по 2012 год. А после этого нужно найти его имя. Чтобы найти его имя, нам нужно будет посмотреть на его профиль и выделить какие-то нюансы и детали, которые он там указал, и которые нам помогут с вами решить все эти вопросы. И, соответственно, после того, как мы нашли его имя, мы можем немножечко еще поковыряться, найти его GitHub и найти после этого его почту. Надо будет вручную поискать, потому что расширения не помогут. И вот, наконец-то, восьмой вопрос, наш сложный вопрос. Когда вам нужно найти личный сайт джависта, который на самом деле full stack, и последний проект он сделал на джавит плюсах и OpenGL, балалайка поможет нам определить, что это тот самый товарищ. А чтобы найти балалайку, можно либо зацепиться к технологиям, писать булевой запрос, отталкиваясь от этого, либо пытаться искать именно личные сайты. Личные сайты, наверное, искать немножко сложнее будет, потому что это немножко разные задачи. Учить русский язык и учиться тому, как сдавать ЕГЭ по русскому языку, это разные задачи. И здесь, конечно, это такое задание, которое можно идти от обратного, от ЕГЭ как бы, да, то есть от технологий, от подсказок, которые нам помогут. Но потом я покажу, откуда ноги росли, с чего все начиналось. И все будет хорошо. Страшный звук сообщил мне, что время подходит к концу. Я смеюсь, что не у всех, потому что там кто-то чуть позже подключался. В Гульнарах три правильных ответа. Ура! Таки дожали огонь. С почтой сложнее. Гульнара, я уже давал подсказку. Соответственно, догоняют нас люди. Друзья, ну что я вам могу сказать? Будем постепенно переходить к разбору. Я надеюсь, что все готовы. Все ли готовы? Скажите, все готовы. Давайте завершать наш квиз. Напишите, пожалуйста, в чатике, что все, мы готовы слушать ответы. И буду рассказывать, как все, распутывать этот клубок сложнейший. Ох ты, господи, какие же у меня сегодня хохмы из меня выходят. Еще быстренько пробегусь, посмотрю, кто у нас. Так, да, у нас уже пошли автоматические завершения. Ну что, друзья, буду. Да, не вижу пока комментариев. Ну, тем не менее, буду объяснять. Все, давайте разбирать, что же там было спрятано, как все это происходило. Время вышло. Итак, по поводу первого вопроса. Смотрите. На самом деле, здесь нам поможет самый банальный поиск в Телеграме. Мы просто заходим в чатик указанный, который у нас был в самом задании. Мы просто пишем какие-то слова, которые могут быть, ну, собственно, которые у нас были в задании. Нам нужно было найти человека, которому надоело дебажить Erlang. И обратите внимание, почему это важный самый простой способ поиска в Телеграме. Вот так вот по каким-то ключевым словам мы можем это делать. Почему это сюда попало? Потому что, смотрите, Erlang, мы пишем его как бы на английском, но мы должны помнить о том, что когда мы ищем людей в Телеграме, они будут писать так, как они пишут. Они не будут говорить какими-то, ну, там, не знаю, сложными, красивыми предложениями и языком тютчево. Нет, люди в Телеграме общаются как общаются. Соответственно, Erlang может быть написан на русском. То, что человеку надоело что-то делать, он пишет задолбался или что-то такое, да, ну, дебажит, дебажит, тут все понятно. Соответственно, о чем нам нужно помнить при поиске в Телеге, что мы все время должны думать как кандидат. Это то, о чем я сначала говорил. Мы должны думать как кандидат и не только в Телеге, но в Телеге особенно, потому что мы подбираем слова, которыми кандидат, собственно, все это рассказывает, говорит и так далее. Гульнар нашла e-mail. О, огонь. Продолжаем. Вторая задачка. Что можно было сделать? Ну, смотрите, самое простое. У нас был e-mail Андрея, вот это вот Андрея, и надо было найти информацию о нем. Соответственно, самое простое, что мы могли сделать, это просто взять в кавычки его e-mail, самая элементарная штука в Гугле, и посмотреть, что у нас там получается. И там же у нас открылся бы его GitHub. Или вот такой вот вариант, когда мы просто пишем то, что у нас есть. Андрей Боровский просто девелопер, Андрей Боровский C++. Кстати, напишите, как вы решали эти задачки, мне тоже будет интересно это узнать. Да, соответственно, вот к чему это опять история? К тому, что можно очень много всяких сложных штук делать. Можно придумывать, использовать разные расширения. Можно всякие сложные задачки делать. И это как бы хорошо и здорово, и это нужно. Но иногда самый простой подход, он дает нам результат. Потому что, когда мы находим какого-то кандидата, часто же такая случается история, что ты его нашел, но что-то не могу его… Ну, все, пускай, пускай. Вот тут иногда не нужно усложнять абсолютно. Самое простое, самое такое легкое движение нам поможет. Дальше нам нужно было найти другие почты этого человека. Ну, и здесь вот смотрите, такой жуткий слайд, я понимаю, что на этом слайде вы увидите. Вот справа это пример расширения импрувера, который мне очень нравится, который ищет контакты. И оно подкинуло бы нам еще одну почту, которую мы просто скопировали бы и ставили. А слева вот этот вот большой скриншот, это, соответственно, сама страничка GitHub этого человека. И у него другая почта на самом GitHub указана. Для чего это нам важно помнить, почему про это говорим? Потому что, опять-таки, наш с вами глаз, взгляд… Что замыливается? Взгляд или глаз? Взгляд, наверное, замыливается. Взгляд затуманенный такой. Вот, собственно, наш взгляд замылим часто. Когда мы смотрим на GitHub, у нас такое срабатывает, какой-то фильтр, да, это как просмотр резюме. Да, ну, никто его там внимательно не изучает, давайте будем честны. Хотя, конечно, надо бы, но всякое бывает. Соответственно, наш взгляд замыливается, и мы не обращаем внимания. Иногда у людей вот прям тупо в профиле указано почтой, ну, и, собственно, бери не хочу. Соответственно, вот тут как бы два было варианта. Либо пойти с помощью расширений, либо такие сделать вот такую вот хитрую штуку, скажем так, да. И, ну, как хитрую, не очень хитрую, на самом деле. Она такая очень простая, но живая работающая история. И таким образом найти, найти там человека, e-mail его. Соответственно, едем дальше. Да, будь внимателен, такой вывод у нас. Дальше у нас был GitHub человека. И вот здесь вот было очень простое задание, потому что найти его профиль в других соцсетях несложно. Вот слева у меня есть, ну, собственно, вот эта вот слева часть – это расширение Amazon Hiring. Вот то самое бесплатное гульнара, о котором мы говорили, которое подкидывает мне странички людей. А справа у меня есть расширение CandyJar, тоже бесплатное, которое подкидывает мне странички людей. Точно так же мы видим ссылки на LinkedIn, Facebook, но помимо этого мне нравится, допустим, в CandyJar, что оно подтягивает еще и опыт из LinkedIn, если он нашел его там человека, да, то у меня сразу есть какая-то информация из GitHub, а я сразу уже вижу какую-то информацию об этом человеке. И, соответственно, я прям рекомендую, мне нравится это расширение. А дальше у нас, вот дальше нужно найти телегу. И смотрите, в чем штука. Можно очень долго, очень сложно искать. Почему это задание есть? Потому что мы однажды три дня, мы три дня искали телеграм. Вы представляете, мы три дня искали телеграм человека. Это вообще втроем причем мы это делали. И не могли найти. И в итоге оказалось, что мы не сделали самого тупого, самого простого действия, которое заняло бы 10 секунд. 10 секунд. Простой прогон его имени и фамилии через телегу. Ну, серьезно. Не всегда помогают нам всякие сложные расширения. Ну, вот не всегда. А вот такой тупой прогон, он иногда работает. Соответственно, мы берем имя, которое у нас есть, и начинаем прогонять. Сначала имя с фамилией через тире или через нижнее подчеркивание часто бывает. Причем телеграм там сам все это видит, чувствует, тире и подчеркивание понимает. Соответственно, просто слитно написать или начало имени, потом фамилия, такое тоже случается, или фамилия, потом вот этот вот в конце пару букв от имени. Или просто фамилия. И вот таким тупым ручным подбором мы находим таки контакт этого человека. Соответственно, к чему эта вся история? Я к тому, что да, это круто. Я понимаю, все расширения и технологии, роботизация, диджитализация и какая-нибудь еще зация. Это все замечательно. Но иногда вот наши с вами ручки, они могут вот такие штуки делать, и не надо забывать об этом. Потому что мы очень сильно начинаем полагаться на всякие разные расширения. И там, в частности, с булевым поиском. Я почему не люблю автоматизаторы? Потому что это, конечно, все здорово, это, конечно, все замечательно. Но ты полагаешься на них и как бы отключаешь где-то голову, хотя и не делаешь того, что ты мог сделать. Важная история про следующий вопрос по поводу хе-хе. Гульнара, я жду, как Виктор Робертович, я жду ответа. Дальше надежды нет. Мне интересно, как у тебя получилось найти. Тоже можешь написать в чате, к нашу буду признателен. Соответственно, да, вот говорят, что Гульнар как раз пишет, что Яндекс и Гугл разные ребятки, разные результаты выдают, действительно разные результаты выдают. Я понимаю, и поэтому надо тестировать разные поисковики. Это тоже история про буллин-сёч. По поводу хе-хе, я понимаю, что я уже начинаю вас задерживать, поэтому я завершаю. По поводу хе-хе, обратите внимание, я говорил, что нам важна технология и вариации названия, вариации грейдов. Вот это очень важная история. Не все люди пишут джаву в резюме. Конечно, джавист, он чаще всего пишет, но у джавы есть порядка восьми синонимов. Ребят, восемь синонимов просто у языка разработки, который мы можем написать. И если мы хотим сделать хороший запрос, который будет выгружать всю информацию, то нам нужно вот эти вот восемь синонимов прописывать. И точно так же нам нужно работать с каждой строчкой хе-хе. Соответственно, грейды, да, сеньор, старший, ведущий. Я могу просто написать старший, и, собственно, все, и счастьем не будет. Но если я напишу, и я не найду нужного нам профиля. А если я напишу все вариации, то я найду. Соответственно, вот это вот важная история, что мы должны писать разные варианты названия, должности, языка программирования и так далее. И мы что-то найдем. А в данном случае я писал, что… Почему про это я говорю? Потому что вот есть профили, которые не указывают тупо джаву. Потому что у него вместо джавы написано d2ee, например, да. У него написано d2ee, и у него больше нигде джава не упоминается. Конечно, таких мало. Конечно, их меньшинство, и их там по пальцам можно пересчитать. Но если мы хотим найти реально запрос, который выгружает всех, ну, или не всех, но по максимуму, и мы хотим очень круто обработать хе-хе, то вот про такие штуки надо помнить. Соответственно, да, мы помним про то, что у каждой технологии есть синонимы, обязательно их прописываем. Дальше мы ищем имя и фамилию этого человека, и тут есть два варианта. Мы можем взять кусок его стека и просто накидать, либо взять кусок стека, либо попробовать пройтись по различным ресурсам. В данном случае, я думаю, хабр карьера, ну, возможно, у него там есть страница. Я прямо пишу sideway.career.habra.com, дальше вот этот кусок закавыченный стека, и нахожу человека. Или другой вариант. Я могу зацепиться за фразу, которая у этого человека была написана обо мне, и попытаться его найти, и опять-таки по этой фразе я найду его и на хабр карьере, и в линкедине. То есть все зависит от вас, вы тут сами, вы вольны сами выбирать, каким образом вы будете его искать. Вот мне интересно, Гульнара нашла имя, тоже интересно, как у Гульнара это получилось. Едем дальше. По поводу специфических фраз сказал, действительно, если у нас попался вот такой вот анонимный кандидат, наверняка есть какая-то специфическая штука, к которой можно зацепиться. Всегда ли это работает? Нет, к сожалению, не всегда. Будет ситуация, что у человека, ну, нет информации в профиль, ну, нечего нам оттуда взять. Ну, ничего страшного. Но, тем не менее, мы можем проверить это, по крайней мере. Соответственно, дальше нам нужно найти почту. Да, и вот здесь вот смотрите, какая штука. Я думаю, моя логика какая? Я думаю, где я могу найти почту? Если мне не помогают расширения, а я пробую расширения применить на этих страничках, которые я нашел, и они не работают, я думаю, окей, я пойду на GitHub. Наверняка у него есть GitHub, и после того, как я найду его в GitHub, я поищу почту там. А, соответственно, я смотрю в него как в зеркало до головокружения. Я пытаюсь найти его почту на GitHub, но у меня даже нет странички его на GitHub, поэтому я беру тупо никнейм, оу-оу-оу, тише, спокойно, все хорошо. Я тупо беру никнейм с Хаббер карьеры, назад, вставляю на GitHub, и вот так нахожу его. Видите, вот этот юзерс один. Это очень важная штука, потому что не всегда автоматизаторы выдают нам все профили. Если Amazing или CandyJark не нашел странички человека, это не значит, что его там нет. Иногда нужно пойти проверить ручками. То есть я такой сегодня человек, который говорит, работайте руками, такой не закончу это предложение, неважно. И, собственно, дальше после этого я нахожу его профиль на GitHub. Что мне делать дальше? Я иду искать контакты вручную. По поводу метода поиска контактов через патч, я думаю, наверняка слышали или знаете, или слышали, но не пробовали. Это на самом деле не так сложно, как кажется. Вы просто заходите в репозитории этого человека. Я выбираю сначала репозиторий, потом я нажимаю там вот эту прекрасную кнопочку коммиты, сколько было коммитов, я выбираю ID-шник коммита, и потом в поисковой строке добавляю точка патч. Все, его почта у меня в руках. Вот здесь вот она появляется, и, соответственно, вот она. Это был ответ на предыдущий вопрос. И последний сложный вопрос. Я говорил, что там есть два варианта пути. Как бы если мы решаем задачку с точки зрения, именно решения задачки, я могу написать стэк, Java, C++, OpenGL, full stack, заминусовать все лишнее, что мне выдается, фрилансеры, вакансии, вакансии, вот это вот все, да. И у меня появится вот такой товарищ project с собакатонский точками. Это как бы если я решаю именно задачку. Но в чем штука была? В том, что мне очень хотелось, чтобы вы, ну как бы мы искали именно личные сайты, в этом была наша задача. И вот здесь вот мы обращаемся к оператору сайт. Смотрите, не знаю, вспоминая Кличковскую классику, немногие могут смотреть в завтрашний, на сегодня немногие, вот этот вот ужас, да. Соответственно, по поводу оператора сайт. Мы все знаем, что оператор сайт, он ищет на конкретном ресурсе. Да, это так, но оператор сайт ищет не только на конкретном ресурсе, но и в доменной зоне. То есть я могу указать доменную зону, в которой искать. Ну, например, сайт двоеточие.ру, и он не будет искать только на сайтах, которые тра-та-та-та.ру, да, или .com, да. А в данном случае я пишу сайт двоеточие.me о сайт двоеточие.about. Есть порядка пяти, если я не ошибаюсь, и там сейчас вспомню. Me, about, prof, что-то там еще. Стой, вернись. Это как раз те самые доменные зоны, которые выбирают для создания своих личных страниц. Ну, например, я такой делаю, страничку, егораяценко.ми, да. И, соответственно, там я уже размещаю какую-то информацию о себе. И штука в том, что по-другому найти эти сайты практически невозможно, да, потому что, ну, как ты на него выйдешь? Ну, с помощью вот такого булевого запроса можно выйти. И в этом плане я очень люблю, я вообще такой, я люблю булевой поиск. И историю вот с такими запросами и с оператором сайт, она крутая на самом деле, потому что про это почему-то забывают все время. И дальше, когда мы пройдем на эту страничку, мы увидим товарища с балалайкой, мы поймем, что это тот самый человек, который нам нужен. И дальше там уже будет ссылка на его твиттер, мы просто пришлем ее. Соответственно, о чем нужно помнить, что оператор сайт не только для поиска на конкретном сайте, но и для поиска в конкретной зоне. А, вот, Евгений пишет, я на name искал. Да, другие не успел. Вот, то есть дальше можно было бы, да, написать сайт. Ну, то есть я предполагаю, я могу прописать все доменные зоны. Name, me, about, prof, что-то там еще, что-то там еще. Код тоже, по-моему, есть, тоже можно потестить, да. И, соответственно, и дальше вот этот java c++ openGL. И еще одна штука, full stack был написан на русском, а здесь full stack на английском. Это как бы банально, но, друзья, это тоже важно, потому что мы с вами забываем иногда. Нам нужна вариативность. Google как бы ищет синонимы, но он не всегда их находит или не всегда их нам показывает. Или он, ну, вот данные конкретные он мог не найти. Поэтому мы проверяем, пишем full stack на английском и, собственно, все находим. Что еще хочу сказать, как бы плавно завершая вот эту нашу с вами игру. Действительно, есть целая куча инструментов. Это замечательно, инструменты, это прекрасно. Но важно не инструменты, а ваше сознание. Потому что если вы сможете каким-то там проявить креатив, какую-то вариативность определенную, да, то вы даже без инструментов сможете найти много чего. А если вы проявите вот этот креатив, вариативность, и у вас еще будут инструменты, то вы вообще будете всесильными. Что я хочу сказать по итогам. У нас три ответа. Это, по-моему, максимальное на данном этапе количество. Да, да, да. Я надеюсь, что вы меня не проклинаете. Я надеюсь, что вам это было любопытно. И, соответственно, мои контакты у вас есть. Если что, смотрите, из любопытного и полезного. Если вы еще не состоите в канале Bullens.io, который я веду про булевый поиск, ссылка есть в презентации. Если есть еще такая группа Sourcing in Russian в Facebook, которую я сделал, и там периодически задают какие-то вопросики на эту тему. Блок рекручерки. Ну и, собственно, Sourcing School — это мой проект, в котором я обучаю сорсингу и каким-то таким не только ручным вещам, да. Хотя сегодня в основном мы говорили именно про ручной поиск. У меня все, господа присяжные заседатели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...